Подышать свежим воздухом с другом дело важное, особенно когда погода позволяет. Но очередная прогулка едва не стала лебединой песней, точнее утиной. Посмотреть на пернатых на Глазынинском пруду Андрей Михальниченко решил с берега. А вот его товарищ понял, что так мелочей не разглядеть и пошел к ним по тонкому льду. Первая попытка удалась, а вот вторая в прямом смысле провалилась. Я ему сказала, не надо идти, ты можешь провалиться, очень тонкий лед. Он сказал, нет, я не провалюсь. И пошел. Он прошел несколько метров и не провалился. Пошел на второй раз, но уже на второй раз он провалился под лед. Хоть не с головой, а только по грудь. Уровень сложности ситуации максимальный, дно у пруда и листая. Правила поведения помнил, но опереться на лед никак не получалось. Друг пришел на помощь. Андрей позвал на выручку взрослых, но и сам не сидел, сложа руки. Я залез на лед, прополз чуть-чуть до друга своего, дал ему руку. В то время прибежали взрослые. Я вытащила Артема из воды. Мы уже почти провалились. Я дал руку взрослым и они нас начали вытаскивать. Тащили и вытащили. Двое прохожих любителей уток в беде не бросили и помогли им выбраться на берег. Юный герой признается, выдохнул только когда проводил друга до дома. Вдруг он там упадет, разобьется, не сможет встать. Но я его отвел домой. Свой поступок чем-то особенным не считает. Маме рассказал спустя несколько дней. И то совершенно случайно. Он читал книгу, школьная программа про собаку, маленькую собачку, которая героически спасла там село. И в какой-то момент он мне говорит, ой, мама, ты знаешь, что произошло? И, естественно, начал рассказывать. У меня был шок. Поступкам сына родители гордятся. Светлана Михальниченко объясняет его просто. Андрей не растерялся, потому что дома много раз говорили об опасности тонкого льда. Местность обязывает. Вокруг три пруда. Занятия плаванием тоже помогли. Зимой, естественно, нужно обязательно рассказывать, если вдруг кто-то провалился, как нужно себя вести. Техника безопасности прежде всего. В школе героизм Андрея без внимания тоже не оставят. Вручат грамоту. Классный руководитель признается, мальчик всегда был отзывчивым. Андрей очень активный, очень положительный, прекрасный ребенок. Всегда помогает учителю, выполняет какие-то поручения, никогда не отказывает. Занимается профессионально плаванием. Не пропускает. Уроки физкультуры очень любит. Современные герои плащи не носят, доказывает история Андрея. В 10 лет мальчик поступил, как настоящий мужчина. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».